Акция «Свободу лососю» прокатилась по всему Дальнему Востоку. 2 февраля, во Всемирный день водноболотных угодий, стартовал Год лосося, посвященный проблеме сохранения лососевых видов рыб. По всему Приморью, в школах, детских садах и заповедниках прошли мероприятия, посвященные этому событию. Какую акцию устроили в Хасанском районе, расскажем прямо сейчас. В рамках региональной эколого-просветительской компании «Свободу лососю» В Хасанском районе прошел конкурс детского рисунка. Организатором конкурса является Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы России. Проводится он для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бережного отношения и сохранения популяции лососевых видов рыб. Если бы мы не пытались беречь ее, то уже давно бы исчерпали естественный природный ресурс. Поэтому конкурс объявлен, и в этом конкурсе принимают участие все дети. Мы стараемся помочь детям не только креативно подходить к этим вопросам, но еще и помогать родителям заинтересоваться этой темой. Потому что для Хасанского района тема браконьерства очень актуальна. Чем меньше будет браконьерства, тем больше лососей мы потом сможем получить на свой стол. В конкурсе рисунков, плакатов и поделок, посвященному году лосося «Чудо-рыбка» или «Великий странник» приняли участие ученики из девяти школ и школы искусств. Всего на выставку поступила 61 работа. Вы посмотрели, что работы выполнены мастерски. Ребята очень старались. Возможно, помогали родители, учителя. И это очень здорово. Мы приветствуем такое сотрудничество. Для подведения итогов конкурса была создана комиссия в составе координатора Всемирного фонда Светланы Титовой, директора музея Андрея Карпова, учителя ИЗО Елены Нелаевой и главного специалиста по воспитательной работе Натальи Вольвач. Не только мастерство автора смотрим мы, но обязательно связь с темой. И обязательно, чтобы рисунок, чтобы плакат работал. Это самое главное. И когда мы смотрим на любую работу, и творческую, и рисунок, и плакат, мы сразу видим, понимает ли автор эту тему. Как он понимает эту тему. Поэтому у нас и получилось, что рисунки, которые непосредственно работают, заняли первые, вторые, третьи места. Но будут поощрены Всемирным фондом все работы. И часть работ пойдет на российско-китайский конкурс, который объявлен тоже одновременно с нашим. И там дети будут пытаться завоевать первые места, а тот, кто завоевает первое место, получит, естественно, призы международные. Были отмечены самые лучшие рисунки, которые отправят на международный конкурс. Пять поделок отдадут в музей. Остальные работы ребята заберут в школу и в каждой школе сделают свою выставку. Ольга Бражник, Александр Бабарин. Новости Славянки.